Всем привет! Сегодня мы подобрали для вас топ самых лучших внешних аккумуляторов с сайта Алиэкспресс. Все ссылки на представленные модели вы найдете в описании к видео. А мы начинаем! Выбор внешнего аккумулятора – дело не хитрое, но требует знания некоторых хитростей, которые помогут сэкономить деньги и не переплачивать за лишнюю мишуру. ROG 10 000 мАч Powerbank Для тех, кто предпочитает яблочную продукцию, в продаже есть модель от фирмы ROG. Главной конструктивной особенностью девайса является наличие разъема LiteNine. Это дает ему возможность отлично работать в связке с линейкой гаджетов от компании Apple. Все дело в том, что большинство внешних аккумуляторов имеют только выходы USB-типа, из-за чего обладателям тех же айфонов приходится носить с собой сразу несколько переходников. Так как в ROG Powerbank нужный разъем предусмотрен по умолчанию, можно использовать лишь один переходник. Помимо прочего, производитель явно сделал упор на снижении толщины устройства – всего 14 мм, о чем не единожды упоминают в описании товара. Но к какой-то реальной пользе или удобству тонкие пропорции не дают. Количество оставшегося заряда показывают миниатюрные индикаторы на лицевой стороне девайса. Xiaomi My Powerbank 2 Xiaomi заработал себе репутацию лучшего продавца и изготовителя пауэрбанков. Основным преимуществом является неплохое качество и отсутствие желания собрать с покупателя побольше денег. Кроме того, каждое устройство проходит версификацию с помощью официального сайта компании. По характеристикам выделить особенно нечего. При надлежащем использовании 10 000 мАч прослужит вам длительное время. Технология быстрой зарядки сэкономит время при восполнении заряда. Поставляется в небольшой коробке с наклейкой и кодом, который проверит модуль на подлинность. Во всем мире сейчас налажено производство поддельной продукции Xiaomi, из-за чего велик шанс купить подделку. Зарядить несколько устройств одновременно с этого хранилища энергии не получится, так как присутствует всего один USB-штекер. Что касается внешнего вида и кастомеризации, здесь выбор скудный и имеются всего два цвета – серебристый и черный. Этот недостаток компенсируется обилием силиконовых чехлов. ROG RMP 0309 Очень качественный портативный пауэрбанк от компании ROG, способен не только несколько раз зарядить ваш смартфон, но и вывести информацию об уровне заряда на специальном цифровом экране. На нем указывается процентная характеристика заряда, то есть цифра 71 будет свидетельствовать от 71% заряда. При этом он сохранил себе черты классического внешнего аккумулятора с одним USB-портом. Выдает 2,37 А, что обусловлено небольшим уровнем погрешности и почти соответствует данным, указанным в техническом паспорте. Просадок по напряжению тоже не наблюдается, что положительно сказалось на продажах и отзывах покупателей. USB 2RS работает на вход и на выход. По этому каналу вы можете заряжать ноутбуки и нетбуки, но с ролью дополнительной зарядной станции RMP-0309 справляется более чем хорошо. Присутствует и классическая micro-USB с кабелем в комплекте. Обладает интересным двуслойным дизайном и на выбор доступны 4 цвета в комбинации с черным. Розовый, темно-синий, серый и бирюзовый. Ромос LT20 Модель выполнена в приятном черно-белом цвете и имеет мощность объема в 20 000 махов. Может заряжаться от всех портов, расположенных на верхней части корпуса. Кстати, USB здесь две штуки, но с разным напряжением, в 1,2 А. По факту на заряд LT20 берет 16 000 махов, а на разряд током 1,2 А – 12 500 махов. На передней панели есть цифровой дисплей с процентным показателем заряда. RAW 20 000 мАч Powerbank Девайс практически идентичен уже рассмотренной нами модели из той же линейки. Сохранились все основные особенности Powerbank'а. Приятный дизайн, разъем LightNight для комфортной работы с устройствами от Apple, светодиодный индикатор заряда. К сожалению, число исходящих портов также осталось прежним. И это с учетом почти в два раза увеличившейся емкости. Это смотрится явным упущением разработчиков. Тем не менее, мы все равно включили аккумулятор от ROG в рейтинг, поскольку у него самый низкий ценник в своем сегменте. Если возможность одновременной зарядки сразу нескольких гаджетов для вас не критична, то имеет смысл не переплачивать и остановить выбор на данной модели. Xiaomi My Powerbank 2 У компании Xiaomi сложилась ситуация, аналогичная устройствам от ROG. Вариант Powerbank'а повышенной емкости. 20 000 мАч против 10 000 мАч. Кроме объема, мало чем отличается от своей младшей версии. Однако в этом случае производитель не забыл сделать главного, а именно увеличить количество USB-выходов с одного до двух. Но кабель в комплекте по-прежнему только один, так что придется и докупать его отдельно. А в остальном ничего кардинального менять не нужно было, ведь девайс и так обладает всем необходимым для комфортного использования практически в любой ситуации. Часть покупателей в отзывах жалуются на тяжесть агрегата, но как нам кажется, для устройства подобного сегмента вес более чем нормальный. Внешне Xiaomi Powerbank 2 никак не изменился, но куда-то пропала черная расцветка. При этом никуда не делось большое количество различных вариаций чехлов, поставляем их, правда, за дополнительную плату. Би-Сайтер К6Х Главным плюсом Powerbank'а Би-Сайтер в сравнении с другими представленными моделями является функциональность. Устройство оснащено технологией быстрой зарядки Quick Charge 3. Сегодня это максимум, который могут дать портативные аккумуляторы Сверликспресс. Оборудована дисплеем, он показывает не только оставшийся уровень заряда в процентах, но и текущий статус и режим работы девайса. В остальном BST-K6Х мало отличается от конкурентов. Минималистичный дизайн, два USB-выхода, позволяющие одновременно подзаряжать несколько гаджетов, и почти полкилограмма веса. Материал корпуса приятен на ощупь и в целом выглядит весьма презентабельно. АОК PBY-3 Самый тяжелый и, соответственно, мощный аккумулятор из всех представленных в данной категории. 30 000 мАч, даже с учетом стандартного КПД, где-то 80%. Для полноценной работы с ноутбуками сила тока в USB-выходе слабовата, всего 3А. Но те же макбуки без проблем заряжаются в выключенном состоянии. PBY-3 поддерживает технологию быстрой зарядки и оборудован фонариком, но, к примеру, слежение за уровнем оставшейся емкости в пауэрбанке реализованно неудобно. У индикатора заряда имеется лишь три цвета. Белый – 70% и выше, зеленый – 30-70%, красный – менее 30%. Но при таких объемах разница между 30% и 70% весьма значительна, и не всегда удается определить его по оттенку. Весит данный агрегат порядочно, что, впрочем, не должно никого удивлять. И ориентирован на поездки. Просто так каждый день таскать его будет тяжеловато, но зато в случае чего аккумулятор можно смело применять в целях самообороны. External Battery Power Bank Необычный портативный пауэрбанк для любителей гламуры или тех, кто мечтает выделиться среди остальных. Данная станция обладает необычной каплевидной формой, с отсутствием острых краев. Батарея выполнена из лития, имеет высокий срок службы и повышенную безопасность. Что касается объема, то он здесь 30 000 мАч. Привесив 200 грамм, с временем зарядки от 5 до 9 часов, в зависимости от выбранного порта, идеально подходит для занятых дам, имеющим нужду постоянно находиться на связи и в то же время не обременять себя громоздкими зарядными станциями. VineSeek Notebook Power Bank Собственно, по названию внешнего аккумулятора легко догадаться о его главном предназначении. VineSeek может использоваться как портативная зарядка не только для телефона, но и для куда более габаритных ноутбуков. Для этого в нем предусмотрен отдельный DC-разъем, отвечающий за преобразование энергии в нужное напряжение и силу тока. В комплект также входит 8 переходников, совместимых с популярными моделями ноутбуков. Sony, Lenovo, Samsung, HP, Dell, Acer, Toshiba и другие. Поскольку покрыть всевозможные варианты портов питания на лэптопах нереально, существует вероятность того, что подходящий для подключения кабель придется докупать отдельно. Судя по многочисленным положительным отзывам от владельцев самых разных моделей ноутбуков, свою задачу устройство выполняет вполне исправно. В зависимости от ситуации и нагрузки, 30 000 мАч хватит на 8 часов работы. А на сегодня у меня все. Поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok